Всю свою жизнь я был андердогом, человеком, на которого никогда не ставят. Я всегда был запасным вариантом, был вторым. Все думали, что я должен быть где-то там, позади. Привет, друзья! Меня зовут Николай Шарапов. Мне 23 года, и в свое время я похудел на 40 килограмм за 2 месяца. 2 месяца, 40 килограмм. И я расскажу сегодня вам свою историю. Никогда не переживайте о том, что подумают другие. Потому что вам с ними сон не делить. Вы представляете, такой человек, как я, весил 110 килограмм в свои 14 лет. И каково было мне начать что-то делать? Мне было, ну как, стрёмно. Будем называть вещи своими словами. Мне было стрёмно выйти на улицу. Просто потому что ты просто жирный. 110 килограмм, такая туша. И тебе... Ты стесняешься выходить на улицу, в принципе. Но я понял, что от людей, которые меня окружают, моя жизнь никак не зависит. Я с ними никак не задействован. Абсолютно никак. В одно время я понял, что когда я буду умирать, никого из окружающих не будет со мной рядом. И это очень помогает по жизни. И я хочу посоветовать всем, кто чего-либо боится в этой жизни. Во-первых, начните читать правильные книги. Это очень сильно помогает. Когда я начал заниматься единоборствами, и мои первые соревнования были у меня, как говорится, на носу, я начал читать книжку, она называется «Бусидо. Кодекс чести японского самурая». И там очень детально описывается, что страха в действительности нет. Я советую, во-первых, всем тем, кто занимается единоборствами эту книжку, особенно мужчинам. Это позволит преодолеть определенный барьер, который у вас в голове заложен. После прочтения этой книжки, я уверяю вас, вы ничего не будете в этой жизни бояться, потому что вы станете отчасти самураем. Друзья, всем привет! Меня зовут Андрей Шмидт, и я абсолютно чемпион России и Арнольд Классика. При выборе бренда спортивного питания всегда обращайте внимание на состав и качество продуктов. На отсутствие дешевых и вредных посластителей, таких как аспартам и ацинфам калия. На отсутствие низкокачественных источников белка. На наличие полноценного аминокислотного профиля и содержание белка в порции. А еще такой важный момент, как цена. В общем, выбрать продукт на рынке спортивного питания непросто. Но Рокет Нутришн делает ваш выбор проще. Попробуйте БЦА со вкусом кола и протеин со вкусом баблгам. Заказывайте прямо сейчас на rocketnutrition.ru. Ссылка в описании. Не дайте своему прогрессу скользнуть. Как видите, у меня с этим все в порядке. Что мотивирует именно меня? Это мое отражение. Я смотрю в зеркало. Еще тогда, когда я был жирным, я подходил к зеркалу, натягивал кожу и представлял себя худым. Как бы это ни звучало, это было правдой. Я подходил, смотрел на себя такой, думаю, ну вроде должен симпатичный получиться. И таким образом я понял, что такое визуализация. Я постоянно крутил в голове этот образ, постоянно представлял себя худым. Я подходил к зеркалу в тот момент, когда я был еще жирным и видел уже себя худым. Постоянно рисовал себе в голове именно этот образ. После того, как я подошел к зеркалу, представил себя худым, я понял, что нужно действовать, что-то предпринимать. Я перешел на новое питание. Я начал кушать овощи каждые 4 часа. И в принципе и все. Овощи, овощи, овощи и овощи. Я начал ходить с собакой по городу. Это был июнь и июль. Это была страшная жара. Собака вообще на износ работала. Я помню, как подходил к ларькам, тогда еще стояли ларьки. Покупал лодичку, поил собаку, чтобы она себя чувствовала более-менее. И так же ее, получается, мучил собаку, себя мучил. Мне, конечно, тоже было тяжело ходить. Вы представляете? 110 килограмм, такая жирная туша. Даже не мясо, ничего, просто жир сплошной. В первое время эмоционально это было тяжело, конечно, просто выйти на улицу. Какие-то комплексы. Естественно, много комплексов было. Потом я похудел. Я примерно 2-3 года был очень худым. Я весил 70 килограмм. Когда я весил 70 килограмм, я представлял, как я буду выглядеть, когда я буду уже покрепче, понакаченнее. Я рисовал на своем теле мышцы. Я создавал и рисовал себя у себя в голове. Визуализировал. В 2009 году я пришел в тренажерный зал. И когда люди узнали, что я хожу в спортзал, они засмеялись. Им было смешно. Я запомнил навсегда этот день. Он до сих пор в моей памяти. И сейчас, оглядываясь назад, я смеюсь над теми, кто тогда смеялся. Это хорошее чувство, это удовлетворение. Люди, которые в вас не верят, делятся на две категории. Первая категория людей – это ваши близкие. Именно близкие – это родители, либо близкое окружение друзей. Они не верят в вас, ну как бы это странно звучало, из-за любви к вам. Потому что они переживают, волнуются, что у вас что-то не получится. А они настроены априори, то, что у вас ничего не получится. Они не верят именно из-за этого, из-за своих каких-то переживаний. И вторая категория лиц – это те люди, которые не верят в вас. Это будет грубо, это будет жестко, но они не верят из-за собственной ничтожества. Эти, опять грубо буду говорить, ничтожные люди – это утрировано, но по факту. Эти ничтожные люди, они в себя не верят. Как они могут поверить в вас? Никак. И вам нужно избавляться от таких людей. Вы должны их просто убирать и отрезать от своей жизни. Оставлять их в прошлом. И тогда у вас жизнь наладится, у вас будет совершенно другая жизнь. В моей жизни были такие моменты, в которых я отрезал этих людей от себя. С ними вроде комфортно, с ними хорошо, вы с ними проводите время. Но все равно не то. Они не верят в вас, они тянут вас за собой вниз. Они тянут именно в свою яму. Друзья, у меня к вам одна большая просьба. Живите. Не откладывайте ничего на потом. По одной простой причине. Я не скажу ничего нового, но это та истина, ради которой стоит жить. Завтра может не наступить. Просто осознайте это. Это нужно знать. То, что если вам понравилась девушка, подойдите, скажите. Если бы, так же, как и молодой человек, не всегда у вас будет это обвенчанным успехом. У вас будут поражения. Но, тем не менее, не переживайте. Из ста поражений, если у вас будет одна значительная победа, оно того стоило. Многие из вас наверняка читали, либо смотрели художественный фильм про летаемый внизу кукушки, где главную роль исполняет Джек Николсон. И его персонаж заходит в комнату, в которой все утверждают, что передвинуть умывальник невозможно. Но Джек Николсон подходит к этому умывальнику, хватается в него и всеми силами пытается его передвинуть. Вены на его руках вздуваются, лицо краснеет от нехватки кислорода. Он делает все, чтобы передвинуть этот умывальник. Когда у него кончаются силы, он смотрит на всех. И говорит фразу, которая изменила всю мою жизнь и стала основным принципом моей жизни. Он говорит, я хотя бы попробовал. Это девиз, который должен стать для каждого основополагающим. Каждый должен жить с этим девизом. Неважно, что у вас выйдет. Проиграете вы или выиграете. Вы должны пробовать, действовать. Итак, друзья, вы узнали мою историю. Мои переживания, эмоции на протяжении всего моего пути становления. Если хотите узнать еще больше обо мне, подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылка будет в описании. Подписывайтесь на канал Мышцы РФ и ставьте лайки. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!